Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 17 декабря, и давайте посмотрим на графики еврофунта, поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта, как и ожидалось, укрепила свои позиции против доллара США. Решение Европейского центрального банка оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений, в принципе, совпало с ожиданием прогнозов экономистов, но также было принято решение полностью завершить к марту этого года чрезвычайную программу покупки активов, и после этого будет пересмотрена регулярная программа, которая раньше составляла 20 миллиардов, теперь она будет составлять 40 миллиардов, и действовать будет на протяжении полугода с постепенным ее уменьшением к прежнему уровню. Все эти новости, конечно, оказали поддержку евро, также в ходе выступления президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявил о том, что будут более усиленно бороться с инфляцией, но пока свое отношение именно к тому, что она является временной, она не пересмотрела, и в целом все прошло довольно гладко, и еще раз повторюсь, перевело к укреплению европейской валюты. Аналогично заседание у нас было и по Банке Англии, там решение вовсе было неожиданно повысить процентные ставки, в данном целых 25%, и в банке заявили о том, что будут продолжать их повышать и в следующем году. Все это сделано для того, чтобы обустать чрезмерное инфляционное давление, которое наблюдается в Великобритании в конце этого года. Конечно, такое решение было вполне неожиданным, так как еще совсем недавно Эндрю Белли говорил о необходимости придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики для борьбы с новым штаммом коронавируса, омикрон. Ну, видим, все быстро изменилось, и, соответственно, реакция британского фунта. Были у нас отличные точки входа вчера в длинные позиции, особенно от уровня 32.71. Рекомендовал я там покупать британский фунт. Кому интересно, все торговые сделки я обычно разбираю в своих технических обзорах на сайте компании InstaForce. Ссылочки на них будут в описании под видео. Теперь давайте поговорим о сегодняшнем фундаментальном фоне. Публикуется у нас индекс цен производителей и индикатор деловой среды от Института Афио по Германии. Видим, что ценовое давление может немножко снизиться, однако годовой рост у нас сохранится. Публикуется у нас инфляция за ноябрь по еврозоне. Видим 4,9%. Если она окажется выше этого уровня, то, конечно, это приведет к росту европейской валюты, так как заставит Европейский центральный банк действовать в будущем более агрессивно. Ну и выступают у нас представители как Банка Англии, так и выступают у нас представители Федеральной резервной системы. Второй половине дня никаких других фундаментальных данных нет. Поэтому в целом можно ставить дальше на укрепление европейской валюты. Что касается технической картины, БК необходимо защищать поддержку 13.21, формирование здесь очередного ложного пробоя от сколько средних скользящих. Вполне вероятно, что мы отсюда спустимся вот сюда вот. Здесь сформируем ложный пробой, вернемся на 13.21, это будет сигналом к покупкам. И все-таки БК можно рассчитывать на возврат к уровню 13.56. Пробой этого диапазона с обратным тестом сверху мне даст хороший толчок к росту евро на 13.81. Ну а выход за пределы вот этого широкого бокового канала будет свидетельством формирования нового восходящего тренда по евро с ближайшим обновлением 14.15 и 14.42. Здесь можно продавать сразу на отскок в расчете на небольшую коррекцию в 15.20 пунктов при первом тесте. Если медведи защищают 13.56, либо нет у нас никакой активности на 13.21, пробиваем мы и тестируем его снизу вверх после слабых данных по Германии, то в таком случае продажи и БК сконцентрируют свое внимание на уровне 12.94, ниже которого никак нельзя пускать пару для сохранения восходящего тренда. Формирование здесь ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции. Если здесь никого не будет, то снижение под этот уровень приведет к движению в район 12.66, где можно при первом тесте посмотреть покупки сразу на отскок с коррекцией тоже 15.20 пунктов внутри дня. Что касается британского фунта, то здесь пока у нас бычье настроение, но нужно нам выбираться выше уровня 33.36. Закрепление выше этого диапазона с тестом сверху вниз этого уровня откроет, сформирует хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет фунт уже на максимум 33.72, а его пробой выведет уже на новые максимумы в район 3.407 и 3.446, где рекомендую фиксировать прибыль и продавать фунт сразу на отскок. Если у нас никакой активного роста выше 33.36 не будет, если у нас сформируется здесь ложный пробой, то можно посмотреть продажи с целью 33.04. Но торговать против такого бычьего рынка пока не самая лучшая идея, но в целом, как вариант, небольшие продажи с небольшим стопом выше и целью снижения 33.04 приветствуются. Важной задачей быков будет защита 33.04, формирование здесь очередной ложного пробоя, отскок с целью скользящих подтвердит бычий сценарий, который я еще рассматривал вчера. Вот этот платный плавный мощный разворот является хорошим сигналом для покупки британского фунта. Если на 33.04 никого, то покупки только на отскок 32.71 тестовый уровень также не будет критически страшным для текущей восходящей коррекции. Здесь быки себя должны проявить максимально плотно. Если у кого-то остались вопросы, задавайте в комментариях под видео, я на них с удовольствием отвечу. Всем удачи и хороших выходных!